Я когда-то в детстве мечтал, когда ходил в библиотеку, раньше не было планшета в моем детстве, не было телефонов, все мы ходили в библиотеку за книгами, я очень любил читать. И когда я приходил в библиотеку, у меня всегда такая навеяла романтическая обстановка. Я думал, вот было бы неплохо, если бы можно было совместить библиотеку с кофе. Я в детстве об этом думал, потом я благополучно про это забыл. Когда я думал о том, чем мне заняться, я вспомнил свою детскую мечту, о чем я вообще думал, и подумал, а почему бы мне не создать именно литературную кофейню, потому что у нас основная фишка нашего бренда – это литературная концепция бренда. То есть название напитков не просто капучино, латте и так далее, а любимый Пушкин, мятный Есенин, влюбленный Чехов. Если посмотрите на наше меню, то увидите эти интересные названия. Также мы клеим на стаканчики цитаты великих поэтов, тех же Ахматовой, Есенина и так далее. И, соответственно, так я пришел к этой идее. А по поводу названия, как, почему мы называемся именно «Сладкий горький», мы очень долго думали, как называться. И оно как-то само, понимаете, пришло. На кухне сидели с женой, пили чай, накидывали идеи. И назвали «Сладкий горький» – это была отсылка и к городу, и отсылка к писателю Максиму Горькому. Но для других жителей России, которые проживают в других регионах, не ассоциируется название «Сладкий горький» именно с городом Нижнего Новгорода, а ассоциируется как антонимы «Сладкий и горький». И многие нижегородцы говорят о том, что вот у вас крутое название, но оно только для Нижнего Новгорода. Но на самом деле не так. Многие другие регионы тоже говорят о том, что «Сладкий горький» – очень крутое название и воспринимают как антонимы. я очень горжусь этим мы никогда не обращались никакой сторонней компании для того чтобы нам что-то сделали не мы упаковывались во франшизу сами полностью за счет собственных сил за счет собственных средств в этом принимал участие я моя супруга и мои работники которые на тот момент уже у меня работали помимо тех кто варит кофе на точках упаковку франшизы сайт разработку стандартов регламентов документов мы до сегодня до сегодняшнего дня все делаем сами то есть какие-то на аутсорсинговые на аутсорсе каким-то компаниям и не обращались для того чтобы нам разрабатывали документы почему это так потому что во первых мы сами достаточно много изучали литературы также имеем достаточно хороший опыт в различных сферах связи с этим было проще это все сделать самим и проходили различные дополнительные обучения и конечно работа 24 на 7 может быть даже заметно это по моим синякам под глазами до сих пор работаю 24 на 7 несмотря на то что как бы вроде бы уже не одна точка уже есть люди и штат но мы все равно продолжаем впахивать и цели у нас амбициозны мне не было денег полностью на этот бизнес ну то есть откуда у молодого парня возьмутся стартовые там 700 800 тысяч для открытия точки на большой покровской как молодой предприниматель я решил рискнуть и взял эти деньги 70 процентов этих денег у своих знакомых даже не у родителей у своих знакомых мои знакомые спрашивали а как ты вообще на большую покровскую то попал ты какие-то взятки кому давал или что-то такое ну не верили в то что это было по-настоящему и как-то чисто да но я скажу прямо и открыто я эту точку выбивал где-то год ходил по миллион инстанциям согласовал согласовывал со строительными департаментами с мчс администрации города и далее все было честно законно через аукцион успели пройти все согласование так как если бы мы открылись после чемпионата мира мы потеряли бы большой аудиторию так как но большой поток туристов именно был на этой улице потратил я на открытие 750 тысяч и окупился за два месяца во время чемпионата мира правда если бы мы продавали не кофе а пиво мы бы купились бы за полмесяца потому что очень много туристов подходил спрашивал вас продается пиво нет мы продаем только кофе то все-таки до 23 3 точек мы дошли даже не с двух лет а с одного года потому что примерно год мы не открывали ни вторую не третью точку именно окупали точку и копили новые средства и накапливали опыт для того чтобы правильно масштабироваться я уже сразу понял о том что я хочу масштабироваться я хочу чтобы этот проект был не только в нижнем новгороде мне хотелось чтобы нижегородский бренд стал тоже развиваться по россии так как у нас есть известные кофейни но они все из разных других регионов нижегородских федеральных сетей именно формате кофе с собой нет на данный момент и масштабироваться нужно тогда когда у тебя есть опыт потому что люди которые будут пытаться купить у тебя франшиза не будут задавать тебе вопрос а как давно ты на рынке а что-то умеешь а что-то сделал вообще может быть ты просто какой-то аферист открыл одну точку и давай сразу масштабироваться на следующий месяц на самом деле это у нас не было мы год проработали наработали все свои ошибки создали кучу документов регламентов это не просто кофейня куда приходит человек на работу варит кофе у нас достаточно большое количество различных регламентов любую компанию которая является федеральным них всех прописаны свои стандарты и у нас вот я даже часто привожу такое сравнение как с макдональдс макдональдс вижу вы приходите вы видите что у них все стандартизировано все по времени все лежит на своих местах за счет этого они быстро выдают заказы за счет этого не обслуживает большое количество гостей то же самое и у нас то есть мы стремимся всегда оптимизировать свои процессы потому что в первую очередь это бизнес а бизнес он должен приносить деньги нет смысла заниматься проектом если он у тебя существует просто для того чтобы им заниматься и не приносит прибыль лучше тогда пойти на работу сделать что-то полезное нежели просто делать ради того чтобы делать подбору персонала мы уделяем огромное значение вообще это чуть ли не на первых местах стоит потому что по факту бариста это лицо номер один кофейни вообще в сети и вообще в целом в этом бизнесе почему потому что чтобы мы не делали кучи бы документов регламентов стандартов как бы мы там не рекламировались если человек будет плохо обслуживать гостя на точке соответственно он больше сюда не придет и в основном именно в этой сфере кофе с собой большинство кофеин старается брать всех подряд к себе но у нас немного другой подход у нас из 7 из 5 кандидатов не берем только одного которые пришли к нам на собеседжен берем только одного мы не работали полтора месяца где-то мы не работали не потому что нам было запрещено выдавать официальные qr-коды на то что нам можно было выходить на работу нашим сотрудникам открываться работать но мы не работали потому что некая ни для кого было работать но смотрите у меня как у предпринимателя не было паники я понимал что это не навсегда я понимал что любой кризис это точка для роста когда многие паникуют нужно действовать именно действовать во время кризиса мы усилили работу именно своей управляющей компании мы всегда продолжали платить заработную плату всем своим сотрудникам тем же ком которым мы скопили за предыдущее время мы понимали что если мы сейчас всех распустим то мы будем потом тяжело собирать новый штат как многие другие сделали не распустили и в итоге потеряли многие кадры за счет кризиса мы выросли на 7 точек с июня месяца по сентябрь мы открыли 7 точек и по нижнему из и по регионам то все вместе и появились несколько новых франшиз наши точки находятся в нижнем новгороде в москве в обнинске калужская область в севастополе в крыму в иркутске в сыктывкаре в астрахани барнауле и выживский то есть у нас достаточно такая большая география и сейчас в течение двух месяцев мы откроем еще несколько новых регионов это якутия вообще очень такой да и дальний до регион от нижнего новгорода хотя иркутск тоже не ближний свет ну и плюс у нас сейчас будет казань и как ни странно наше лето в этим этим летом мы побили все рекорды по выручке по сравнению с предыдущим годом почему потому что все заведения развлекательные были закрыты людям же нужно какое-то развлечение какое-то что-то приятное поэтому люди чаще обращались и приходили за кофе ключевое чтобы я хотел сказать молодым начинающим предпринимателям или вообще в целом людям которые хотят заниматься бизнесом или занимаются своим бизнесом очень простой совет на самом деле не нужно бояться ничего и откладывать в долгий ящик ведь мы все говорим о том что я бы хотел заниматься бизнесом но сейчас у меня недостаточно денег месяц недостаточно много времени у меня недостаточно крутая идея я еще не с не прочитал все бизнес-планы чтобы быть успешным в бизнесе нужно просто соблюдать 2 2 главных правил не боятся если ты начал делать то делать до конца